МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. ВЕЧДОК Ах, гад такой, скотина такая! Ты что же, это ты? Нашел шоку подсказывать! Паскуда такая! Тетенька, простите, пожалуйста, я больше не буду! Еще раз, я тебя здесь увижу! Все ты причинданный к чертям собачьим, скотина! Значение слова «эксгибиционист» в 1974 году мало кто понимал. Но людей с такими нарушениями знали. В Одессе ходили слухи о том, что по паркам разгуливает 30-летний мужчина, который при виде женщин распахивает плащ и демонстрирует свое голое тело. Даже имя его назвали – Виталик. В тот зимний вечер эксгибиционисту встретилась женщина неробкого десятка. Она была физически сильнее. Толкнула ненормального в снег и быстро удалилась. Виталий Юдин, так звали мужчину, почувствовал, что упал на что-то твердое. Это оказался замерзший труп кота. Он испугался, отполз и наткнулся на мертвое тело молодой девушки. Юдин так кричал, что к месту событий подтянулись другие люди. Вскоре приехала и опергруппа. Ну что там, следы есть? Да вытоптали все. Василий Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений Петрович. Заждались. Ну что тут? Да случай необычный. Вон девушка мертвая. Вот пентаграмма и кот. А кто обнаружил труп? Чудо тут есть одно. По парку бегает Виталька. Ногишом. Женщин красотой своей пугает. Где он? В отделении. Вас бы пока дождался, колел бы совсем. Он же там голый под плащом. Пентаграмма. Да. Ритуальное убийство. Здесь все ясно. Это этот придурок и бабу, и кота завалил. Вы его опрашивали? Да. Но это что не он. Ну, все как обычно. Ясно. Елена Владимировна, добрый день. Ну какой же он добрый? Что скажете? Проникающий удар твердым предметом в висок. А это что? А ну-ка. Похоже на брошь. Ну да. Кажется, здесь есть нечеткий отпечаток пальца. Сейчас проверим. Пентаграмма, дохлая кошка и труп девушки. Чертовщина какая-то. Это слово. Елена Владимировна, можно определить, в одно ли время была убита девушка и кошка? Сомневаюсь. Дело в том, что температура кошки гораздо выше, чем у человека. А масса тела меньше. Поэтому труп животного за это время успел промерзнуть. Будем ждать заключения судмедэксперта. Будем ждать. Во все отделения милиции города разослали запросы с фотографией покойной. Нужно было проверить все заявления о пропаже девушек за последнее время. Эти действия не принесли никаких результатов. Личность погибшей установить не удалось. Ну, Павел Олегович, чем порадуете? Смерть наступила в результате проникновения куска ветки в височную долю. Веточка голову пробила? Мерзлая веточка. По всей видимости, ее удалили сучковатой веткой в висок. Угу. Стало понятно, что нужно искать в парке. Орудие убийства – деревянная палка. Поиски оперативников не увенчались успехом. Ни к одной найденной палке не подошел обломок, извлеченный из головы жертвы. Доставили? У него на руке свежая заноза. Палку не нашли, но он бил. Отпечатки сняли? И отпечатки сняли. И смывы с рук. И занозу сфотографировали. Заноза – это неоспоримое доказательство. Надо его колоть. Он уже и сам созрел. Давай его. Погоди. Тебе не кажется, это окошко странное на вид? Больное, что ли? Это порода такая. Кстати, редкая. Девонрекс. Их в Одессе по пальцам присчитать. У меня жена такую хочет. Все уши прожужжала. Заводи. Ну не убивал я ее, клянусь. Не убивал. А это у тебя откуда? Да это бабка меня палкой ударила из заноза, образовалась. Ну не убивал я, клянусь. А кошку ты тоже не убивал? Ну какая кошка? Да у меня на шерсть аллергия. Да и вообще, я больной. У меня справка есть. Больной я, ну не убивал, я клянусь вам, ну не убивал. Виталий Юдин повторял, что он никого не убивал. Следователь понимал, что стопроцентных доказательств причастности Виталия как убийства нет. Да и возникли вопросы, которые противоречили этой версии. Труп девушки пролежал как минимум несколько часов. Столько времени голый Виталик просто бы не выдержал на морозе. Оперативник Василий Киртока отправился в клуб любителей кошек. Там ему сообщили, что совсем недавно член клуба Наталья Гресс потеряла своего питомца породы Девон Рекс. Со стенда клуба оперативник взял фотографию хозяйки с кошкой и ее домашний адрес. Наталья Андреевна? Вы кто? Я из милиции. Я напугал вас? Я думала, вы дружок этой соседки. Она постоянно мне угрожает. За что угрожает? Тише, говорите тише. Приревновала к мужу. А был повод? Вы б видели того мужа. Алкаш. Когда пропала ваша кошка? Да позавчера. Вы кого-то подозреваете? Да их же и подозреваю. Они не работают. Денег ни у него, ни у нее нет. Так, а за что живут? Тише. Я не знаю, они очень странные люди. К ним в квартиру постоянно приходят очень подозрительные личности. И я не знаю, чем они там занимаются. А во дворе поговаривают, что она вообще колдунья. Несмотря на то, что коммунистическая идеология отрицала существование сверхъестественного, в среде партийной и творческой элиты появилось увлечение людьми, которых молва наделяла особыми способностями, умением предсказывать и менять будущее. Сатирический журнал «Крокодил» высмеивал походы темных граждан к бабкам для ворожбы и снятия проклятий. А в то же время жены членов ЦК ездили в Болгарию к Ванге и обращались за составлением прогнозов к Джуни Джавитошвили. Тяга к мистическому и почти полное отсутствие информации смешивали разговоры об инопланетных пришельцах и чудесах. Диалектический материализм, о котором писали в учебниках, не мог вытеснить веру в сверхъестественное. На вашей кошке всегда был ошейник? Да, мне для Багирочки его специально на заказ сделали. Вы не знаете? Они сейчас дома? Не знаю. Тут с утра сегодня такой крик стоял. Он еще и замок сломал, пьяный был. Не знаю. Дальше по полю широкому пойду по собачьей тропе. Там по полю широкому навстречу мне выбежит дух Вихарь. Все высылаться на местах! Куда? Да убери ты руку! Прокляну! Оставь свои проклятия для суда! Да за что? За двойное убийство! Не считай соседкой кошки! Да никого я не убивала! А этот вот? Да кто муж? Он уже третий день в забое! Ну как зголочь! А кто меня наливал? Да вали ты уже! Надоел! Смало хутра! Вот этот ошейник принадлежал соседской кошке, которую вы закололи в парке! Да это не ошейник, это мой браслет! Хватит ломать комедию! На месте вашего преступления нашли два трупа. Вот этой кошки и вот этой девушки. За кошку вам срок не дадут, а вот за девушку вмотают по полной катушке. Ладно. Кошку я, а к остальному меня не приплетайте! Хорошо. А кошка вам чем мешала? Ну как вам рассказали? Муж у меня молодой, а тут соседка, эта кошатница, профурсетка. Вот я и проводила весь этот ритуал по отвороту, понял? Все ясно. Вам придется проехать со мной. Елена Владимировна, я как раз к вам собирался. Работаете на опережение? В каком-то смысле. Отпечаток, найденный на броши, в нашей картотеке не значится. Это плохо. Но я нашла кое-что интересное. Так. Линии рисунка отпечатка искажены. В смысле? Разъедены. Так выглядят руки тех, кто контактирует со щелочами или кислотами. Или руки тех зеков, которые специально сводят папиллярные узоры. Да. И, кстати, найденная брошь – редкий антиквариат. Понятно. Пашерстим ювелиров. Будьте вам любезны. Спасибо, Самый Высакович. Так чтоб вы мне были здоровы. И лелечке привет передайте, что я за нее не забыл. Обязательно. Идем. Молодой человек, или вы пришли сюда помолчать? Так это не здесь. Это датюча Соня. Она придумала себе похоронить. Такие похороны отменяются. И что вы имеете мне сказать? Самый Высакович. Вы хотите спросить меня за эту вещь? Так я имею вам что сказать. Эту вещь изготовили в начале 19 века. Придворная ювелирная мастерская Болин и Ян. Я так понял, вы ее видите не впервые? Таки да. Если хотите, я даже знаю Тонечку Смирнову. Это интересно. Лет пять назад она хотела подарить эту вещь своей дочери на свадьбу. И принесла ее мне на почистить. Так это же вещь. Это же фамильная вещь. Кравская вещь. Чтобы сделать сейчас, такого же ж нет. Адрес знакомый. Помните? И вы хотите, чтобы я его записал? Так точно. Так это же ж почишу здесь. И если вы пешком, так вы же даже не успеете устать. Тираспольская, 44. От соседей по указанному адресу следователь узнал, что Антонина Смирнова умерла два года назад. Ее дочь Людмила жила с мужем отдельно. Портнов поручил оперативникам через паспортный стол узнать фамилию Людмилы по мужу и точный адрес проживания. Пентаграмму вырисовали? Кошку вы убили? А девушку не вы? Да не убивала я ее. Кошку выкрала есть грех. Когда я туда пришла? Но... Но... Ну, в общем, я услышала шорох, а потом он подорвался и побежал. И что это, кто это был, я не знаю. В городском парке обнаружен труп молодой девушки. Во рту жертвы нашли старинную брошь. Рядом с телом пентаграмма и мертвая кошка. Все говорило о том, что совершено ритуальное убийство. Экспертиза показала, смерть девушки наступила в результате сильного удара сучковатой палкой в висок. Следователь выясняет, кошку убила местная колдунья, которая хотела отомстить своей соседке. На допросе колдунья признается, в тот вечер пришла убить кошку в парк, зашла подальше в чащу. Там увидела неизвестного мужчину. Колдунья спугнула его. Убегая, он сильно ударился головой о дерево. Найденную во рту жертвы брошь опознал ювелир. Она принадлежала некой Антонине Смирновой, которая собиралась подарить фамильную драгоценность своей дочери на свадьбу. То, что он навернулся на бегу, так это к гадалке не ходи. Да, только гадалок нам тут не хватало. Да он ударился башкой от дерева, а потом подорвался и рванул, как лань по кукурузе. Ладно. Конвойный! Уведите. Василий Сергеевич, мне тут в голову пришло, что мы не то искали. Так а что же? Да, возможно, не было никакого удара палкой. Есть предположение, что девушку ударили о дерево. Сук пробил висок. Нужно внимательно обыскать все деревья. Сучки на уровне головы. Да, роста она была небольшого. Хорошо. Хорошо. Тут на деревьях никаких обломанных веток не видно. Ищем дальше, пока не найдем. Ничего мы здесь не найдем. Проклятое это место. Есть, товарищ майор, вот оно. Метр шестьдесят. А девушка погибшая метр шестьдесят пять, да? Точно. Как раз висок. Фотографируй. Метров тридцать от места убийства. Ну, конечно, здесь дорога. Подтащили подальше, чтобы в глаза не бросалось. Снегом присыпали. Ну, что нашли? Вот сучок и нитка. Похоже, от пальто погибшей девушки. Так, а это что такое? Гостиница «Юность». Не случайная находка. Спички не только самый дешевый способ добычи огня. Это простейший измерительный прибор. Любой школьник знал, длинная сторона чуть больше пяти сантиметров, высота полтора. В советском коробке было шестьдесят спичек. При отгрузке штучного товара учетчик частенько откладывал спичку на каждый десяток или сотню. Ювелиры же при отсутствии мельчайших гирек до грамма использовали спички, как универсальный разновес. Каждая спичка весила 0,2 грамма, что соответствовало единице веса драгоценных камней, одному карату. Этикетки. Страсть тысяч советских коллекционеров. Огромной редкостью были спички с цветными головками, красными, желтыми, зелеными. Их берегли и, как тогда говорили, не вычиркивали. Некоторые учреждения заказывали собственные этикетки и клеили их поверх стандартных коробков. Это прибрежная полоса. Здесь помимо спичек все что угодно можно найти. Что нам теперь? Каждый презерватив к делу приобщать? Коробок-то практически сухой, как новенький. Я думаю, он здесь недавно. Надо проверить. Здравствуйте. Интересные спички. Открытие выпустили. Вот назад. И можно брать на память? Нет, нет, нет. Это здесь курить. И что, никто с собой не прихватывает? Я слежу за этим. Директор ресторана требует, чтобы спички на баре были гостиничной. Фирма сам выдает по одной бармену, официанту. Экономят. Хочет, чтобы хватило на всю жизнь. А вы к нам за спичками? Понял. Я по другому делу. Она что, мертва? А вы знали ее живой? Да. Компания здесь часто бывает. Это Светлана Синькова. И когда их компания здесь была в последний раз? Несколько дней назад Светлана и трое друзей отдыхали здесь. У них какой-то конфликт произошел. О чем спорили, я не слышал. А кто обслуживал их столик? Валерка. Ой, Валерий Сироткин. Он здесь? Нет, нет. Сегодня не его смена. Он выходной. А люди, с которыми сидела Синькова, вам знакомы? Да, да. Людмила была Смирнова, Александр Рекунов, Максим. Фамилию я не знаю. Александра Рекунова знаю. Работали с ним вместе в гальваническом цеху на станкостроительном. А Людмила Смирнова? Людмила Смирнова в химчистке. Следователь Портнов услышал, что в компании с погибшей Светланой была Людмила Смирнова. Это ее брошь, найдена в гортане погибшей. Конечно, Людмила Смирнова в Одессе не одна, но такое не может быть просто совпадением. Работала Людмила, по словам бармена, в химчистке, где использовались средства на основе щелочи и уксусной кислоты. Портнов вспомнил, что эксперт-криминалист говорила о характерных повреждениях на подушечках пальцев, которые остались от постоянного контакта с щелочами и кислотами. Ты помнишь, что ты делал в прошлую пятницу вечером? Да, конечно, я работал в баре. Помнишь кого-то из посетителей? Да, у меня сидел столик с иностранцами, муж с женой. Затем пришли две девушки, они постоянно к нам ходят с какими-то новыми парнями. Сначала они отдыхали нормально. Людмила, ну продай ты мне уже эту брошь. Свет, ну я тебе сто раз говорила, не продам, не доставай. Ты же меня знаешь, если я что-то решила, я добьюсь. Эта брошь по-любому будет моей. Смотри, не подавись. А этот Саша, он чей парень? Саша обхаживал Людмилу, но когда Людмила вышла в туалет, Света подсела к Саше и они о чем-то шептались. Так что девушки так и не помирились? Нет, так и сидели насупившись. А во сколько они ушли, помнишь? Помню, что собирались уйти в девять, но потом в последний момент Светлана почему-то решила остаться. И долго она так сидела? Ну, примерно полчаса. Заказал себе соточку, перекурила, а затем тоже ушла. И к ней никто не подсаживался? Не помню. По-моему, нет. Нет. К этому времени пришел ответ из паспортного стола с адресом Людмилы Смирновой. Оказалось, что она совсем недавно вернула себе девичью фамилию. С мужем развелась. Оперативники поехали по адресу прописки, но Людмилы дома не оказалось. Опросили соседей и выяснили. Последнее время у Людмилы в семье были нелады. Муж закрутил роман с ее подругой. Она его выкнула. Ну и сама с тех пор дома появляется редко. Точно не ночует в этой квартире. От родителей Людмиле досталась дача на Хаджибеевском лимане. Кто-то из соседей знал, что дом находится в селе Протопоповка. Следователь с оперативниками направился искать дачу Смирновой. С официантом поговорили? Поговорил. Он говорит, что конфликт с Угнилой точно был. Он какой-то такой, знаете, странненький, из модников этих. Погоди. Как девочка. Гражданка Смирнова! Ну куда же вы? Гражданка Смирнова! Теперь вам придется объясниться. На допросе Смирнова объяснила, что ей вчера позвонила кума, работающая в гостинице «Юность коридорной» и сообщила об убийстве подруги. Людмила поняла, что подозрение может пасть на нее, и от греха подальше уехала отсидеться на дачу. Как попала ее брошь в горло убитой, объяснить не могла. В тот вечер она ее потеряла. Людмила действительно работала в химчистке, но не имела доступ к химикатам. Ее рабочее место в окне выдачи чистой одежды. Она показала портнову руки, на которых не было никаких повреждений кожи. Людмила во время допроса сказала, что обратила внимание на руки своего недавнего кавалера Александра Рекунова. Они все в химических ожогах. Следователь вспомнил, как бармен сказал, что он с Рекуновым работал в гальваническом цехе. Следователь прокуратуры. Люха, погуляй пока пять минут. Вы были в пятницу вечером в гостинице «Юность»? В ресторане был. А что, нельзя? А что вы делали, когда вышли с друзьями из ресторана? Посадил знакомую в такси, поехал домой спать. Знакомая это Людмила Смирнова? Да. А почему не поехали вместе с ней? Мне на работу утром рано. А она ломалась. Уговаривать я особо не люблю. Вот я и вызвал ей такси. И вперед. А собственно в чем дело? Дело в том, что в тот вечер убили Светлану Синькову. Синькову. Охренеть. Поворот. Наброшен. Извлеченный из горла Светланы Синьковой, наши эксперты обнаружили ваши отпечатки пальцев. Мои отпечатки? Как вы это определили? Я вам пальчики свои катать не давал. А нам это и не нужно. У вас от кислотных ожогов на них особый узор. Что, сказать нечего? Я так и думал. Ну тогда вам придется проехать с нами. Вы задержаны по подозрению в убийстве Светланы Синьковой. Александр, пока нет результатов экспертизы, я даю вам шанс сделать чистосердечное признание. Хорошо, я расскажу. Я не убивал Светку. Мне просто очень нужны были деньги. В тот вечер я во время ссоры стащил у Люды прочь. Зачем? Чтобы рассчитаться со Светкой. Я и тысячу должен. Тысячу? Это зачем такие деньги? Понимаете, я всю жизнь мечтал купить тьяву. Ну, мотоцикл. И очередь моя подошла. У меня не было выхода. И вы решили украсть брошь у любимой девушки. Это все Светка. Она предложила. Светка. Конечно, Светка. Виновата Светка. Пентаграмма. Кот. Светлана Синькова. Что-то такое ощущение какая-то. Евгений Петрович, мы с вами обречены на коридорный рандом. И не говорите. Что там у вас? На спичечном коробке есть четкие отпечатки пальцев. Такие же, как на броши? Нет. И к тому же в коробке я обнаружила осветленный человеческий волос. Осветленный? Да, перекисью водорода. Волос в спичечном коробке. Евгений Петрович, он мог там оказаться совершенно случайно. Волосы с головы падают. Опереженной перекисью тем более. Значит, мы ищем девушку? Ну, почему же девушку? Возможно, парня. Хотя, парней с окрашенными волосами я встречала нечасто. Ну да. Следователь Портнов попробовал выстроить логическую цепочку случайностей, на которые он наткнулся в этом деле. Убийство кошки на месте, где лежала погибшая девушка. Спичечный коробок гостиницы. Юность. Вечером перед смертью Светлана Синькова была в ресторане этой гостиницы. Ее знают работники. Бармен, официант, коридорная. Официант случайно услышал фразу, брошенную подругой. Мол, Светлана скорее подавится брошью, чем ее получит. И брошь оказывается в горле погибшей. У следователя было устойчивое ощущение, что его специально кто-то запутывает. По словам эксперта, волос упасть в коробок мог случайно. Но если спички попадают только к работникам гостиницы, то их нужно проверять. Портнов снова пошел к разговорчивому бармену. А с кем Светлана тесно общалась из работников гостиницы? Не знаю. Я тут не так давно работаю. А вот она давно здесь частая гость. Ну, может быть, с кем-то был конфликт? Конфликт не знаю. Знаю, что она встречалась с Сироткиным. Потом перестала. Значит, поссорились. Правильно? С официантом? Ну да. Почему же раньше мне не сказали? Так вы же не спрашивали. Подождите. Валерий Сироткин в тот день обслуживал их столик. Верно? Да. Поподробнее? Сироткину не очень нравилось обслуживать столик со своей бывшей девушкой. А именно в тот день она пришла с новым кавалером Максимом. И она прекрасно знала, что эти столики закреплены за ним. И выбрала именно тот. И тут она мне говорит, давай поженимся. Куда пусть сядем? А давайте вот сюда. А так прям так и говорит-то. Подошла и сказала. Обязательно поможет. Заказ принимай. Сейчас я про якина кеджу. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Пожалуйста. Так что заказывать? Пожалуйста. Давайте закажем шампанского. Сегодня пить будем только коньяк. Коньяк. Скажите, вы теперь у нас Валерий или Валерия? Выбирайте, пожалуйста, я к вам еще подойду. Еще и смеялась над ним. Почему? Над его челкой. Он ее белый цвет покрасил. Зачем? Говорит, модно. Разрешите сделать телефонный звонок? Конечно. Василий Сергеевич? Да, я. Как вы говорили про официанта, женственный? Это почему? А, волосы у него такие, да? Понял. Так, я к нему. И вы с ребятами подтягивайтесь. А почему вы вскрыли от следствия, что покойная была ваша бывшая девушка? Побоялся, что подозрение в убийстве этой курицы пойдет на меня. На месте преступления был обнаружен спичечный коробок с вашими отпечатками пальцев и волосом. Ну и что это доказывает? Ну, как минимум, то, что вы были на месте преступления. Так что, теперь каждого, кто гуляет в парке возле нашей гостиницы, подозревать в убийстве? А я вам не говорил, где именно было совершено убийство вашей бывшей девушки. Так об этом уже весь город говорит. В ночь убийства? Свидетельница видела, как вы поспешно покидали место преступления. Женщину в парке помнишь? Она, я уверен, тебя хорошо помнит. Пальто мы возьмем на экспертизу и проведем опознание. Сироткин, стоять! Стоять, сказано! Вроде с виду обычный официант. Волосики крашеные. А бегает и прыгает, как многоборец. Валерий Сироткин, вы задержаны по подозрению в убийстве. В тот вечер я очень сильно переревновал ее к Максиму. Да и вообще вся эта история с ее хахалями для меня уже стала невыносимой. Я решился поговорить с ней. Она досидела почти до самого закрытия. И я уговорил ее встретиться со мной в парке для того, чтобы все обсудить. В городском парке обнаружен труп молодой девушки. Во рту жертвы находилась старинная брошь. На месте преступления найдены отпечатки пальцев с разъеденным популярным узором. Сыщики установили личность убитой – Светлана Синькова. Брошь, найденная на месте преступления, принадлежала ее подруге Людмиле Смирновой. Убитая очень хотела купить у нее это украшение, но Людмила не хотела продавать фамильную драгоценность. Накануне преступления в ресторане гостиницы «Юность» официант слышал, как подруги ссорились из-за броши. Бармен рассказал, убитая раньше встречалась с официантом Валерием Сироткиным. Вечер перед смертью Светлана пришла с компанией в ресторан и села именно за столик бывшего парня. Вела себя вызывающе. Оскорбила Сироткина. В тот вечер я очень сильно переревновал ее к Максиму. Да и вообще вся эта история с ее хахалями для меня уже стала невыносимой. И я решился поговорить с ней. Она досидела почти до самого закрытия. И я уговорил ее встретиться со мной в парке для того, чтобы все обсудить. Светочка, милая, я прошу тебя, ну давай начнемся сначала. И зачем? Ну если незачем, то для чего ты приходишь к нам в ресторан? Да потому что я тебя ненавижу и буду приходить. С разными мужиками, а ты нам будешь тарелки подносить. Халдей, понял? Стой, Света. Я тебя ненавижу! Да успокойся! Ненавижу! Успокойся ты, я тебя прошу успокойся! Светочка! Света! Я... я... я испугался. Я... я... не знал, что мне делать. Затем... затем я решил обыскать ее в карманы на наличие документов. Ну... Я... Нет, но я тебе сто раз говорила, не продам, не доставай. Ты ж меня знаешь, если я что-то решила, я добьюсь. Эта брошь по-любому будет моей. Смотри, не подавись. Смотри, не подавись. Смотри, не подавись. Да поймите же вы, я не хотел этого делать, это получилось случайно. Я любил ее. Это просто какое-то проклятое место. От любви до ненависти один шаг. На суде Валерий Сироткин несколько раз называл тот день и то место, где он встретился со Светланой, проклятым. Некоторые старожилы Одессы называют так этот участок парка до сих пор. За убийство по неосторожности и оставление в опасности суд приговорил Валерия к трем годам лишения свободы. Это вызвало возмущение присутствующих в зале людей. После возвращения на свободу Сироткин чувствовал бойкот окружающих. Общение с ним старались избегать. Он пытался объяснить, что осознал свою вину и раскаялся, но его не слышали. Вскоре он исчез из Одессы. Сообщил родным, что ушел в монастырь. По сей день он проводит время в молитвах и покаянии.